Мы слышали сегодня Евангельское чтение, Евангелие от Луки, 8 глава, о том, как Господь исцелил бесноватого человека. Из беседы святителя Иоанна Златоустова на это Евангельское чтение. После того, как Христос удалился от моря, последовало другое страшнейшее чудо. Беснующиеся, как злые беглецы, увидев Господа, говорили, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Тогда, как народ почитал его человеком, бесы пришли исповедовать божество его. И те, которые оставались глухими при возмущении и укращении моря, услышали демонов, взывающих о том, о чем возвещало море своей тишиной. Потом, чтобы слова их не показались Олесью, они самым опытом доказывают их истину. «Пришел ты сюда», – выпияли они, – «прежде времени мучить нас». Потому что, прежде всего, они и сознаются в своей вражде, чтобы их прошение не подверглось подозрению. «Действительно, будучи пронзаемы, воспламеняемы и претерпевая неистерпимое мучение от одного только – присутствие Христова, они невидимо подвергались истязаниям и обуревались сильнее моря. Тогда, как никто не осмелился приблизиться к ним, Христос сам подходит к ним». По свидетельству Матфея они сказали, «Пришел ты сюда, прежде времени мучить нас». Другие же к этому приступили и то, что бесы умоляли его и заклинали не ввергать их в бездну. Они думали, что уже настало время их наказания и боялись, как бы уже имеющие подвергнутся мучению. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласия между ними оказывалось бы только тогда, когда бы Лука сказал, что один только был беснующимся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признание противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лючейший из них. Почему и бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне. А Марк свидетельствует, что он еще бился о камне. Но почему они любили жить в гробах? Потому что им хотелось во многих посеять пагубное учение. То есть, что души умерших превращаются в бесов, чего никогда не должно даже и в уме представлять. Ты скажешь, что самые бесноватые взывают, я душа такого-то человека. Но и это хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего вопиет, а притворяющийся так демон для обольщения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы душа обиженная стала содействовать обидевшему ее. Или чтобы человек в состоянии был изменить свою бестелесную природу в другое существо. Если невозможно это в отношении к телам, то как никто не может превратить тело человеческое в тело ослидное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Но может быть кто спросит, для чего Христос исполнил просьбу демонов, позволим им войти в стадо свиное. Я скажу на это то, что он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освободившимся от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемого им этими злоумышленниками. Во-вторых, для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без его повеления не смеют даже прикасаться и к свиньям. И в-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, нежели со свиньями, если бы те в таком несчастье не удостаивались великого промышления Божьего. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессовестных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, то в одно мгновение всех их не извергли в бездну, то тем более сделали бы это содержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыням. Если бы проведение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало бы дальнейшего их стремления. Аминь.